Сегодня у нас обзор на демку интересной игры под названием Still Seed. Интересна она во многом из-за того, что это игра от создателей Close to the Sun, которая нам в свое время очень понравилась, и у нас есть даже обзор на эту игру, и можете его посмотреть по аннотации. Демку я полностью прошел, вот пруф. Общедоступной она станет 9 июня, а пока я вам расскажу как раз-таки об этой самой игре. Также хочу анонсировать то, что сегодня, в 12 часов ночи, мы будем стримить такое мероприятие под названием Summer Game Fest. И вообще, вот держите анонсик того, что в ближайшие 4 дня будем активно стримить все эти трансляции игровые, так что можете смело переходить по, так сказать, ссылочке и подписываться на наш лайв-канал, если вы хотите тоже вместе с нами смотреть все эти трансляции. Ну а я начинаю наш рассказ. Поехали! Впервые эту игру я увидел еще на прошлогоднем Future Game Show, и, надо сказать, она меня заинтересовала. Польно. Типа игра вдохновена популярными комиксами, мангой и аниме. Тогда это оказалось на помесь как раз-таки стелс-экшена и соуз-лайка. Сейчас же, по прошествию времени, сразу же на ум приходят две игры, а именно Scars Above и, конечно же, всеми любимый Stellar Blade. Что же по геймплею? Не зря тогда еще в трейлере был сделан акцент на том, что это все-таки стелс-экшен. И я бы даже еще немножечко докрутил и сказал, что это больше даже стелс, нежели чем экшен. Что-то очень похожее на Assassin's Creed. Что же я имею в виду? У нас есть небольшие, так сказать, площади, на которых находятся противники, которые патрулируют место взад-вперед, и нам нужно подбирать и предугадывать их маршруты, делать таким образом, чтобы мы могли их убивать по стелсу. Потому что в открытом противостоянии шансов победить здесь у нас крайне-крайне мало. Возможно, после того, как у нас будет какая-то прокачка, боевая система преобразится, что касается как раз-таки боевой системы, то у нас здесь есть быстрый удар и мощный медленный удар. За защиту у нас здесь отвечает уклонение. И тут сразу же сделаю сноску на тему того, что я не понял уклонение здесь. Потому что то ли как-то оно здесь достаточно, знаете, нечитаемо, то ли как-то я все-таки не совсем смог привыкнуть. Но чаще всего, когда происходили какие-то удары, и я истинно быстро пытался нажать это уклонение, я как-то все равно не умудрялся уклониться от удара. Возможно, как-то впоследствии я и привыкну, или же там будут какие-то новые таланты, связанные как раз-таки с этим самым уклонением. К сожалению, чтобы более или менее раскрыть боевую систему, здесь у нас не было битв с боссом. То есть, к сожалению, в этой демке эти битвы представлены не были, поэтому сложно судить полностью о потенциале именно жанра Souls-like. Потому что, понятное дело, со SteelSection а-ля Assassin's Creed мы определились, потому что, по сути, он очень похож. То есть, вместо Орла у нас здесь выступает дрон, и мы заранее можем просканировать всю местность, отметить всех противников и спланировать некоторые свои действия. При этом у нас также есть и всякие отвлекающие маневры, по типу бросить там гранатку из этого самого дрона. Или же мы можем привлечь внимание противника, если в Assassin's Creed это было при помощи свиста, то здесь мы постукиваем по своей броне. В плане прокачки здесь все у нас довольно-таки понятно. То есть, у нас здесь есть некоторые испытания, которые мы должны будем выполнять, чтобы иметь возможность прокачивать этот перк в дальнейшем. Ну, что-то очень отдаленно похожее с темой The Elder Scrolls. То есть, если мы что-то делаем, то мы этот самый аспект и прокачиваем. При этом, как раз-таки на точках, где мы можем прокачивать свои навыки, нам также нужно будет иметь необходимое количество осколков, за которые мы эти навыки и приобретаем. Помимо боев, нас здесь ждет платформинг. И, на самом деле, это единственный момент, который меня в этой игре немножечко раздражал из-за одного факта, а именно прыжков по отвесным стенам. То есть, бег по отвесной стене. Как-то очень странно намагничивалась вообще вся эта история. То есть, казалось бы, ты вроде как прыгаешь, и она каким-то образом прилипает к этой стене и начинает бежать вперед. Но при этом ты можешь не долетать, и она как-то примагнится к этой стене и побежит дальше. Или же ты можешь прям чуть ли не впритык впрыгнуть в эту стену, ты уже буквально в этой стене, и она все равно не хочет цепляться к этой стене, и падает сразу же, и ты теряешь здоровье. Из-за вот этих как раз-таки непоняток было не очень комфортно здесь заниматься платформингом. То есть, именно сама анимация прыжка здесь не особо для меня была привычная, возможно, а, возможно, она немножко кривоватая. Но, во всяком случае, пока это демка, возможно, к самому релизу поправят. Я надеюсь, что они это сделают, потому что это пока единственная претензия, которая у меня возникла к этой игре. Пока в плане гейплея игра меня приятно удивила, надо сказать, что это прям такой хороший, крепкий экшончик, и вот тот трейлер, который показали после прохождения демки, ну, надо сказать, оставляет как раз-таки приятные впечатления, и ты, ну, начинаешь ждать выхода этой игры, и я надеюсь то, что она все-таки выйдет именно такой, как вы показали в трейлере. В графическом плане игра тоже очень хороша, то есть, здесь видно, что, вот знаете, вот такие вот есть некоторые аспекты какого-то такого хай-тека, а-ля, как я повторюсь, Scars Above и Stellar Blade, это тоже приятно. Очень интригует сам по себе, если можно так сказать, диплор этой игры, потому что по факту по сюжету в этой демке ничего не понятно, но сами виды каких-то огромных количеств спрессованных тел роботов и так далее, ну, скажем так, интригует как минимум. И даже если судить по трейлеру, который показывает, опять же, после прохождения демки, будет очень много интересных и красивых локаций, поэтому будем ждать. Что касается багов и лагов, то в качестве бага, опять же-таки, я повторюсь про эти самые прыжки по боковым стенам, и также по фризам. Есть некоторые такие небольшие фризы, и, знаете, я скажу так, что они не критичные, но все равно иногда выбивают немножечко из геймплея, но они буквально происходят в очень понятные моменты, когда очень большая локация прогружается, и, ну, возможно, в теории это тоже поправит релизу самой игры. По музыкальному сопровождению очень сильно напоминает по атмосфере как раз-таки Stellar Blade, а в Stellar Blade мне музычка понравилась, поэтому здесь все тоже очень хорошо в этом плане. И также, конечно же, из приятного это наличие русской локализации в виде субтитров. Вроде как эта игра должна будет выйти в этом году, и я скажу так, что я ее буду ждать, потому что даже несмотря на то, что будет очень-очень сложная оси, и там будет сложно найти окошко для релиза, но, тем не менее, мне кажется, эта игра там не затеряется, и даже там, если она выйдет, например, в каком-нибудь декабре перед Новым годом, там вообще тоже все четко будет, потому что это прям хорошая такая крепкая игра, вот для меня лично которых вот не хватает. Тут еще надо будет, конечно же, делать акцент на сюжете, потому что пока, повторюсь, в демке ничего не понятно, но, возможно, что-то будет еще тоже интересное и захватывающее. От меня на данный момент 7,5 баллов из 10 порадовало, приятно, удивлен, но будем ждать уже полноценного релиза. Ну, а на этом, дорогие друзья, все. Не забывайте, опять же-таки, смотреть сегодня с нами трансляции игровую SummerGayFest, да и вообще подписываться на лайв-канал, и также подписываться на этот канал, ставить лайки и писать свои комментарии, потому что мы на все, что правильно отвечаем. И помните, воюню!